Здравствуйте, на канале Десна ТВ новости. С вами Элина Нурматова. В каждый четвертый четверг октября в России отмечается День без бумаги. Задача организаторов этого праздника акции – показать на реальных примерах, как внести свой вклад в сохранение природных ресурсов. В этот день ведущие компании из разных областей экономики объединяются, чтобы поделиться личным опытом сокращения нерационального расхода бумаги. А что нового и интересного в Десногорске, вы узнаете прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Я думаю, это как раз таки надо для того, чтобы дети начали развиваться, они должны знать свою историю. Школьники прошлись по этапам военно-исторического квеста. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 637 сообщений. Управление по делам ГОУ и ЧАЭС отчиталось о происшествиях за неделю. Сегодня было посвящение, и мы стали настоящими первоклассниками. Во второй школе прошло посвящение первоклассники. Маленькие жители Теремка впервые показали свои таланты. А теперь об этих и других новостях подробнее. Глава МВД Италии обвинил россиян в происшествии с эскалатором метро Рима. Матеус Альвини заявил в прямом эфире радиостанции. Я считаю, что там были десятки пьяных, псевдоболельщиков российской команды, которые начали эти беспорядки. Политик отметил, что станции давно не ремонтировали. Тем не менее, эскалаторы не предназначены для того, чтобы на них прыгали. Напомним, в результате аварии в римском метро пострадали 15 россиян. В этом году Смоленская область отметила юбилейную дату. 75 лет прошло с тех пор, как Красная Армия прогнала с родной земли фашистских оккупантов. Молодежный военно-исторический квест «Дорогами Победы», посвященный Дню освобождения Смоленщины, в Десногорске проходит уже третий год. Как школьники преодолевали препятствия и кто оказался самым упорным в достижении цели, узнаете из следующего сюжета. Исторический квест – это часть проекта «Гражданин страны Росатом». Для того, чтобы организовать такое мероприятие, необходимо тесное взаимодействие со всеми образовательными и культурными учреждениями города. В нем приняли участие пять команд из всех четырех школ – «Крепость», «Гвардейцы», «Факел» и «Аврора» и Дома детского творчества «Любомир». В каждой команде пять человек – это мальчишки и девчонки 13 и 14 лет. Я ожидаю просто даже не то, что выиграть в этом конкурсе, просто поучаствовать, развиваться в сфере военной. Это очень интересная тема, поэтому хотелось бы очень поучаствовать. Меня позвали и вот так сложилось, что хотелось бы поучаствовать. Я думаю, это как раз таки надо для того, чтобы дети начали развиваться, они должны знать свою историю. И как раз таки вот это великое событие, которое посвящено Великой Отечественной войне. В этот раз школьников ожидало прохождение шести этапов в разных точках Десногорска – первая и вторая школы, историко-краеведческий и поисковый музей, центральная библиотека и центр культуры и молодежной политики. Все этапы были организованы так, чтобы ребятам пришлось не только побегать по городу, но и поломать голову над выполнением заданий. На этапе допрос диверсанта командам необходимо было найти ошибки в ответах диверсантов, а в знаках различия войск определить войска по эмблеме. Этап знатоки был настоящей исторической викториной – определить военную технику и оружие по описанию. Ребята должны были на этапе военное фото. Пятый этап – азбука Морзе. Здесь участникам необходимо было определить место, с которого начнется наступление, используя запись сигналов. А в военном эрудите – по отрывкам определить название кинофильма. Им очень интересно, они узнают что-то новое, просто есть некоторые этапы, которые ребята даже и не знают, как вообще с этим работать, например, как азбука Морзе, то есть их дети с этим явно нигде в жизни не сталкиваются. Им очень интересно, у них потом очень много положительных эмоций, они потом просят, можно мы еще и еще, делайте нам, пожалуйста. Все юные историки и следопыты показали любознательность и характер победителя. Места распределились следующим образом. Бронза у команды Дома детского творчества «Любомир», серебро у гвардейцев второй школы, золото взяла команда «Аврора» четвертой школы. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Деснат-ТВ. 30% населения Смоленска – аллергики. В листве, которое лежит на газонах и татуарах, скапливается плесневый грибок, который неизбежно попадает в воздух. Даже небольшое количество спор может вызывать обострение различных заболеваний. Осенью происходит резкое обострение бронхиальной астмы, аллергического ринита, риноконъюктивита. Зачастую эти болезни провоцируются именно вдыханием содержащегося в воздухе спор плесени. В связи с этим уборка территории в городе несет не только эстетический характер, но и медицинский. О чрезвычайной обстановке за прошедшую неделю нам рассказал начальник управления по делам ГОЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска привлекались для выполнения работ по вскрытию дверей один раз, помощь скорой один раз. В управлении по делам ГОЧС прошли мероприятия, посвященные 86-й годовщине создания гражданской обороны. Специалисты гражданской обороны провели день открытых дверей для учащихся средних школ города. Спасатели показали ребятам поисково-спасательное оборудование, специальную машину и инструменты для спасения людей и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Все то, что применяется ими для оказания помощи людям, попавшим в беду, при дорожно-транспортных происшествиях и других чрезвычайных ситуациях. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 637 сообщений, из них 237 ложных. Поступило 8 просьб от населения, из них отработано 7, и переадресована одна. Смоляне могут стать авторами новой достопримечательности. Фонд «Живая классика» организовал уникальный конкурс. Он предлагает жителям любого города придумать собственный арт-объект на произвольную тему. Победители определяют с помощью народного и экспертного голосований. Воплотят идею профессиональные художники. Одобранные инсталляции и скульптуры появятся на улицах осенью следующего года. Подробности на сайте cultsled.rf Они проучились всего два месяца, но уже успели многое узнать. Такие юные, впереди их еще ждутся долгие годы учебы в школе. Какой праздник подготовила школа для первоклассников, смотрите в сюжете. Яркие, нарядные, словно сегодня 1 сентября. Первоклассникам устроили торжественное посвящение. Старшие ребята подготовили для них номера, а сами первоклассники зачитали клятву. Учащиеся 4-го В-класса подготовили инсценировку по известному мультфильму из Простоквашино. Мы покажем инсценировку и, конечно же, сами виновники торжества расскажут стихотворение, как это обычно бывает по традиции. Школьники выступили на сцене, чтобы показать, чему они успели научиться. Ученики 1-го Б, например, освоили счет и рассказали о цифрах в стихах. Помимо постановки на основе мультика и стихотворения для гостей подготовили танцевальный номер. Сам же спектакль закончился так же, как и в Трое с Простоквашино. За дядей Федором приехали родители. Родители будут сопровождать малышей на протяжении всей их жизни. Сегодня они тоже пришли поддержать своих первоклассников. Сами же дети дали клятву исправно ходить в школу, быть воспитанными и не драться. Любимую школу исправно ходить! Кременную школу! Мы стали настоящими первоклассниками. Нам дали вот такую грамоту. В конце мероприятия учитель Олеся Рачик дала первоклассникам напутствие и пожелала успехов в учебе. Елена Нурматова, Юлия Особолева, Марина Якубишина, Десна ТВ. Копию «Титаника» спустят на воду в 2022 году. Судно повторит маршрут оригинала. Он отправится из Саутгэмптона и прибудет в Нью-Йорк. Идея воссоздать лайнер принадлежит австралийскому бизнесмену Клаеву Палмеру. Билеты на легендарный корабль будут 1, 2 и 3 класса. Но их стоимость пока неизвестна. Сам проект обойдется в 500 миллионов долларов. С 1 по 11 ноября в Лесногорске будет проходить акция по сбору вещей «Я доброволец». Мероприятие направлено на оказание помощи людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Одежду, обувь, детские книги и игрушки можно будет сдать в пункт приема. Это Центр культуры и молодежной политики. Вещи принимаются с понедельника по пятницу с 8 утра до 8 вечера и в субботу с 8 утра до 4 вечера. Первый утренник малыша не менее важен для родителей, чем первый крик или первый зубик. Это очень волнительное и ответственное событие в жизни мамы и пап. Очень важно не упустить ни минуты, пока ваше чадо растет. Маленькие десногорцы из группы «Ромашка» детского сада «Теремога» сделали первые шаги на артистической стезе. Такие маленькие, всего чуть более двух лет, но уже артисты. Целый месяц они запоминали движения и слова, готовились показать, чему они научились за свою еще такую короткую жизнь. На осеннем утреннике они танцевали и пели, играли в игры и на музыкальных инструментах, помогали зверятам, которые пришли к ним в гости, зайчику они помогли согреться и сыграть на барабанах, а белочке собрать припасы орехов на зиму. Также ребята посмотрели кукольный спектакль и даже поучаствовали в нем. Главная героиня Таня доверила им охранять красивую яблоню от незваных гостей. Все это время за шторкой с восторгом и трепетом первый опыт своих малышей наблюдали взволнованные мамы и папы. Ощущение потрясающее, утренник первый, здорово, ярко, ребятки танцевали, пели, организаторы большие, молодцы. Выросли детки, здорово, начинаются праздники, начинается отдача какая-то от деток, так приятно все это, сердечно, душевно. Очень волнительно, но детки очень порадовали, все молодцы, такие прям крохотулечки, красотулечки наши. Организаторы, да, вообще молодцы, все получилось очень здорово, интересная сказка, детки все прям хорошо так реагировали, помогали, поддерживали тоже персонажей. За свои старания малыши получили целую корзину свежих красивых яблок, а затем на долгую память о своем самом первом утреннике сделали общую фотографию. А теперь коротко о погоде. 26 октября в Десногорске выпадет снег, днем плюс четыре, ночи плюс два. На сегодня это все новости, все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefiz.ru. С вами была Элина Нурматова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok